Третье и девятого фестиваля Артавраг в городе Выкса. Начинаем мы в нашем главном герое, одном из главных героев этого года, в павильоне будущего. Мы рады вас тут встретить. Надеемся, вам понравится это новое пространство для города. Сейчас все вам о нем расскажем, расскажем о программе, которая ждет нас эти три дня. И сейчас я хочу предоставить слово организатору фестиваля Ирине Седых. Спасибо, я очень не захужела, аплодисменты. Добрый день, я очень рада видеть всех здесь, действительно в новом павильоне. Еще даже не до конца может быть доделанным, но мне кажется уже атмосферным. Мы даже сейчас разговаривали с мэром города, и он сказал, что на самом деле уже очень много людей мимо ходит, и уже с интересом заглядывают, и уже пытаются обживать это пространство, насколько это возможно, пока оно еще строится. И тут пробегали мимо какая-то ватага детей с тренировки. В общем, восприняла это пространство тоже как абсолютно свое. Хватает печенье и водичку со стола. То есть явно им тут уже как бы комфортно, и это такой показатель, как мне кажется. Ну что, девятый фестиваль, восемь лет. В общем, уже такой срок ко многому обязывающий. Тема нашего фестиваля в этом году, когда сегодня, становится завтра. И как всегда, тема, ну такая провокационная. Помните, в прошлом году мы рассуждали, спорили, задумывались на тему полезного искусства. Вообще, может ли искусство быть полезным? Я сегодня, общаясь с журналистами, даже услышала, что целый год размышляли на эту тему полезного искусства. И тут мы подкидываем новую тему, когда сегодня, становится завтра. Знаете, Йозеф Бойс, немецкий художник, у него был такой манифест «Каждый человек творец». И вот, когда сегодня, становится завтра, каждый человек творец. Это вот настолько созвучно, скажем, тому, что мы думаем при создании фестиваля. О чем мы думаем, создавая фестиваль? Потому что, как всякий ответственный человек, а нам очень хочется, чтобы в этом городе становилось все больше и больше ответственных людей. Ответственных не только за себя, за свою жизнь, но и за тот город, в котором они живут и работают. Так вот, эти темы нам настолько созвучны, что, в общем, мы решили на эту тему порассуждать, подумать. Как всегда, мы предлагаем с вами и жителям города присоединиться и вместе на эту тему подумать, порассуждать. Каждый художник, который сюда приехал, на эту тему предлагает свои мысли. И вот в течение этих трех дней, я думаю, что мы сможем все познакомиться с этими мыслями и вот все вместе как-то подумать на эту тему. Девятый год, девятый фестиваль. Почему компания его проводит с такой настойчивостью в этом городе? Ну, наверное, в первую очередь потому, что вот, как всякое высокоразвитое производство, очень технологичное производство, с действительно самыми последними технологиями, в той отрасли, в которой мы работаем, оно не может опираться, скажем, на людей, которые вот на производстве вроде бы это одно, все высокотехнологично, все очень красиво, все очень эффективно, продуктивно и так далее. Вот. И вдруг город, который не совсем может соответствовать этому производству. Поэтому, в общем-то, достаточно давно компания занимается самыми разными проектами, которые вот направлены на то, чтобы создавать в городе комфортную среду для людей, которые работают на заводе, для жителей города. Вот поэтому когда-то родился этот фестиваль. Поэтому для нас эффективность нашего производства, на самом деле, эффективность компании, она определяется именно, ну, если можно так сказать, эффективностью жителей города. Вот насколько им здесь комфортно, насколько им творчески и креативно здесь живется, насколько это комфортно. Это все, на самом деле, вещи, которые очень сильно взаимосвязаны. Поэтому мы делаем этот фестиваль. И, на самом деле, делая этот фестиваль, мы в первую очередь делаем его с жителями города. Вот, как я сказала, там Йозеф Бойс сказал, что каждый человек творец. Вот, и мы на это опираемся, на самом деле. Потому что вот вовлеченность жителей в создание нашего фестиваля нам неимоверно важна. Важна на стадии создания, вообще придумывания программы фестиваля, да, для чего мы делаем стратегические сессии с жителями города. Сейчас перестройки города. И в этой истории самое главное, я в Безулклаву говорю, основной заказчик тех изменений, которые мы сходим в городе-округе, это люди, которые здесь живут. И вот здесь немного про диалектику наших отношений. Еще несколько лет назад, об этом это было даже сложно представить, да, я расскажу о чем я. Когда я пришел из металлургии, который всю жизнь проработал, там, 30 лет, и стал чиновником, там, еще 5 лет нету, я долго не мог понять одного, какое вот сплошное отторжение, что бы мы ни делали там, коллеги, которые до меня работали, и мы пришли. Вот, ну, 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 нет, вот, что не сделаем, все плохо, да, вот, уж и так, и так. И четко понимаем, главная проблема в том, что люди в этом не принимают участие. Ну, понять это проще всего, возможно, как выстроить диалог. И здесь я хочу вот поблагодарить, да, команду Ирины Игоревны, что во многом те, тот опыт, который мы использовали во рта в ракете, извините, те механизмы, да, они позволили нам, в конечном счете, выстроить диалог с большинством людей, которые в этом живут. Вы думаете, у меня же барангарки здесь? Нет, здесь у меня скриншоты последние, да, вот, ну, например, про бинарные часы пишут, сейчас, не обижайтесь, обычные рабочие бы поставили, что-то поставили, хоть толк какой-то был, а то еще назвали и проект, как много и сложно спроектировать, и премии, наверное, надо дать, обзор только загородили, и так далее. Но я хочу сказать, что мы уже все отслеживаем, вот уже сейчас идет мощное, вот, преобладает совершенно другая тональность, вот, наиболее, наиболее, какой-то замечательный, вот, векситок, кучка нытиков, вам что не сделает, все не так, живите в своих унылых коробках с серыми стенами, не мешайте людям раскрашивать свою жизнь яркими красками, и так далее, и так далее. Это реальная дискуссия, это реальная дискуссия, да, мы к этому прислушиваемся, нравится, мне это не нравится, я обязан это, обязан это видеть, и смотреть, и, если угодно, брать в расчет свои, там, управленческие деятельности, я уважаю мнение всех людей, которые здесь живут, да, но, и каждый раз я когда слышу какой-то вот негатив, я, ну, как бы, своих собираю, что, ничего мучиться, значит, не доработали. Но, я сейчас еще несколько историй приведу, чтобы не говорить какие-то абстрактные вещи. Вот, в этом году мы подошли к площади Комсомольской, если кто знает, там сейчас все там раскопки ведутся, да, и долго думали это, ну, как только мы заявились, вот там Комсомольский получат, сейчас коррупционеры придут, деньги отмоют, поставят лавок и, там, уйдут, да, но, слава Богу, у нас в команде стейкхолдеров есть еще и наши ветераны, в том числе, да, вы знаете, что, буквально недавно отмечал столетие Комсомола, и среди наших ветеранов, комсомольцев, да, родилась идея, они вышли с предложения, во многом сформировали техническое задание на эту площадь. В формировании технического задания на эту площадь участвовали таксисты, которые там, ну, понятно, люди деньги зарабатывают, им жить надо, да, но они создают массу неудобств для людей, которых, ну, вот, своим неуправляемым, там, потоками мешают, да, принимали участие в малый и средний бизнес, с которой на площади этих располагается много торговых точек. Мы, я вам приведу примеры, о чем мы говорили, вот, например, последнее, там один из элементов на этой площади будет, ну, мы же должны подчеркнуть, что это площадь, да, память, там, прежде всего, там, Комсомолу, там будет, ну, такая небольшая композиция, в основе которой будет лежать раскрытый комсомольский билет, ну, раскрытый комсомольский билет. Я разговаривал с людьми и говорил, мы его сделаем обезличенным или там будет чья-то фамилия? Они говорят, нет, не ссорьте нас, пусть будет обезличенный. Вот, вы верите, все, с тем, чтобы в дальнейшем у меня был дискомфорт. Про таксистов, да, они вот постоянно говорят, если вы уберете, нам уменьшится количество стоянок, мы говорим, мы не уменьшим количество стоянок, мы вам делаем компенсационную стоянку, там, 100 метров, да, за площади, они говорят о том, что вот бедные бабушки будут выходить, мы не рядом, да, и мы договорились, что бедные бабушки теперь будут выходить. На выходе из Спара, да, в современный магазин, будет кнопка, буквально так, вот так. Кому нужно нажимать эту кнопку, и на стоянке будет загораться аларм, с тем, чтобы таксист увидел и подъехал туда, вот. Об этом, да, вот. Есть история, вот последний лесопосадки у нас, то есть один из проектов, который мы будем делать, реализовывать в этом году, мы защитились, получили около 40 миллионов федеральных денег, это, конечно, большая ответственность, и приступаем, вот у нас в центре города есть лесной массив, да, и мы сделали посыл определенный, давайте его вместе назовем как-то, да. Он был немножко и искренним, и не совсем. Мы четко понимали, что мы немножко спровоцировали ситуацию, и сейчас нужно ждать какой-то жесткой реакции. И понеслась. Сейчас опять назовут там, как бы, ну, очень привычными названиями, да. В конечном счете мы пришли к тому, что лесопосадка будет так и называться, лесопосадка, хотя было масса вариантов. Очень много было вариантов. Самое главное в этой истории, что мы копнули буквально в истории. И многие из выксенсов узнали, что в основе вот этого массива, это конец 19 века, начало 20, когда подошли, заводами управлял Антон Лесинг и его компания, да, и они, а на этом месте копали, руду добывали. Ну, когда все бросили, тут осталось вот некий хаос. И были, решили посадить здесь лес. Одна история, да. То есть об этом узнали многие, не только наши краеведы, и те, кто ориентируется на все эти вещи, а большей часть в Иксенце, потому что такая большая была вот, вот вокруг этого возня, извините, ну, в хорошем смысле. Нашлась, мы выяснили, что этот лес сожжался лесничий Тихон Денежкин, и нашлась его правнучка, старейшая жительница нашего округа из деревни Нижняя Верия. Она принесла нам фотографии, мы увидели там этого человека. Этот человек в дни 300-летия дома Романова был награжден золотой медалью, которую ему вручил личный император Николай I. Представляете, как много получается вот эта энергия от эффекта взаимодействия, вовлечения, и как много, немного появляется доверие, да, появляется доверие, которое позволяет, да, ну, наверное, развиваться городу в нужном русле. Вот последняя история с юбилейным микрорайоном, да, сейчас там формируется сначала макет, мы делаем макет, художники наши там, да, потом люди смотрят, знают, макет, одобряем, не одобряем, там, дело даже в другом. Есть меркантильные вещи, которые не очень-то всегда, камни в преткновение бывают. Мы заявили с программой ПМИ, так называемой, это малая инициатива, да, которую курирует наш губернатор, и выиграли три проекта. Заявились четырьмя, выиграли три проекта. Один из них микрорайон юбилейный, то есть на софинансирование. И там условия, одно из условий, вступить в этот проект, пять процентов должны заплатить люди. Вы знаете, как обычно, ну, всякие истории, как это делается, да, я вам расскажу, истории, как это делалось, вот, буквально недавно, люди напекли пирогов, блинов, там, а потом их продавали, деньги из колосложили в банку, завтра, по-моему, в субботу, кто мне подскажет, да, будет такая, а? Завтра, завтра. Завтра будет такая же акция, приходите, да, поучаствуйте в сборе средств. То есть, вот, я хочу подчеркнуть, что это все не случайно, это прежде всего, и в том числе, это наша совместная работа в рамках арт-аврага. И мне в заключении ничего не остается сказать вот абсолютно искренние слова Ирины Игоревны. Это тонкий человек с большой душой. Извините, Ирина Игоревна, не могу вам это сказать, но мы же должны вас тоже мотивировать на большие дела. Извините. Это, да, не, многим кажется, что это вот, это так легко, если ты все это прогоняешь через себя, извините, это достаточно тяжело и всей вашей команде, и всем нам удачи. Спасибо всем. Ну что, друзья, сейчас, я думаю, мы узнаем, когда сегодня становится завтра, почему, что нас ждет сегодня, завтра, еще немножко послезавтра. Хочу передать слово куратору фестиваля, Антону Кочуркину, с рассказом о теме и наших главных событиях. Спасибо. Вот мы все здесь сидим, в павильоне, который только что вот открыл свою первую очередь и уже с сегодняшнего дня начинает, ура, начинает функционирование. И функционировать он будет как полноценная городская площадка. Уже заявок очень много от города, что здесь будет происходить. От жителей, от города, от парка. И это очень отрадно, что есть такой интерес. И мы рады делать такую архитектуру, которая помогала вот тем процессам, которые развивают от жителей, которые помогают пробиваться дворцам, которые сплачивают людей. С одной стороны, эта тема, когда сегодня становится завтра, очень такая импрессионистская, да, потому что сегодня останется завтра на рассвете, как известно. С другой стороны, это все-таки тема про процесс. Про процесс вот этого созидания, процесс, который мы видим, мы видим некоторое будущее, и эти мы, это все, кто здесь собрался, это команда, это фонд ОМК участия, и само ОМК, это город, это вот, Владимир Викторович, спасибо, и администрация города, это горожане, конечно, и мы понимаем, что мы не можем нарисовать полностью какое-то будущее в плане развития социума и культуры, но мы можем его как бы поэскизировать и показать процессы. И как раз вот этот павильон, он символизирует вот эту стройку, вот это строительство, и в том числе и эскизы городских программ, которые в течение фестиваля вы сможете увидеть. С другой стороны, фестиваль, он несет ценности определенные, потому что ради чего мы это делаем? Сейчас мы живем в эпоху, когда совершенно, ну, когда уже просачиваются такие ценности уже достаточно давно, до конца 20 века, как индивидуальность, личность, поддержка личности, творчество, да, мы все говорим уже давным-давно, уже 20 лет про креативную экономику, там, это на поверхности дня, и это уже двигает целыми городами, целыми странами даже, с одной стороны. С другой стороны, мы живем в эпоху поддержки и ценности экологии, мы живем в эпоху толерантности в плане религий, и мы живем в эпоху, когда, который называл Кен Уилбер зеленый, зеленый период, при котором идет сохранение ценностей, да, особенные отношения, и эта тема про будущее, она как раз тема порассуждать на очень важной ценности, вообще о ценностях, которые мы несем, возможно ли эти ценности в рамках отдельного города, и как они трансформируются здесь. И на фестивале вы сможете увидеть несколько объектов, несколько перформансов, музыкальную программу, спортивную программу, каждая из которых несет эти ценности. Вот сам павильон, в котором мы находимся, да, он транслирует некую новую сложную форму геликоида, об этом расскажут архитекторы, авторы павильона. Я лишь скажу, что мы показываем, что даже такая форма сложная может быть построена вполне традиционными технологиями, то есть умельцами, то есть теми знаниями, которые есть здесь, на месте. И сегодня мы открываем первую очередь как такую тестовую программу. Другой объект павликарта расположен недалеко на улице Ленина, на разворотном кругу, это бинарные часы. Это еще один сложнейший объект, там сложная конструктивная конструкция и главная мультимедийная начинка, это объект, который взаимодействует с городом через свет. Этот объект, который показывает, транслирует настроение жителей. Каждый человек может зайти на специальную страницу ВКонтакте, которая сейчас ведет наши партнеры в эксов-курсе, и проголосовать. Там появляются опросы, и эти опросы мы видим на этой скульптуре в виде цвета. Сегодня будет презентация как раз вечером. Ну и они функционируют как часы, к тому же. То есть это такой синтетически сложный продукт, а главное, вот о тех ценностях я вернусь, ценность развития творчества, что автор ее, местный житель, предприниматель и мастер по разным совершенно видам работы, Андрей Матчин, вот сегодня он представит этот объект. Еще хочу рассказать об одном важном объекте для нас, это фабрика будущего. Этот объект транслирует скорее больше в таком ироничном ключе, стремлением к поддержке экологии, к экологическим техникам, велосипеды, на которые каждый может сесть, покрутить и что-то случится, что-то случится над ним, либо какой-то звук, либо какое-то движение. В общем, это такой веселый объединяющий проект, где можно посмеяться и поработать ногами. Не буду больше приблизить свое будущее. Так что мы приближаем наше будущее и творчество в этом нам поможет. Спасибо большое, Антон. Передаю слово продюсеру фестиваля Юле Бычковой и хочу попросить, может быть, такая небольшая экскурсия по павильону с нами, пусть сейчас произойдет, потому что мы все находимся в этом пространстве и чуть-чуть хочется понимать, что ждет его. Ну, может быть, это все-таки сделают архитекторы, потому что у нас прямо после пресс-конференции у нас небольшая экскурсия, поэтому я, наверное, скажу о таких общих процессах, которые происходят с этим проектом. Когда три года назад фонд УНК участие Ирина пригласила нас курировать, мы этот проект поставили себе как глобальные, так и локальные задачи. На уровне глобального нам очень хотелось зафиксировать этот проект как действительно знаковую точку в социокультурном проектировании на территории России. И нам на самом деле это удалось, и мы уже получаем эти дивиденды, то есть мы в прошлом году вот совместно с фондом и администрацией получили большой федеральный грант на реконструкцию парка. Мы действительно сделали очень большой перформанс «Страсти по Мартену», который взял гран-при премия Курехина, вот Анастасия Курехина здесь я где-то вижу, и соответственно и сейчас он номинирован на единственную государственную премию в области современного искусства «Инновация». И в общем мы продолжаем, мы поставили такую большую высокую планку и в общем как бы с законодателями неких трендов. И на уровне локального нам было очень интересно действительно проявить творческий потенциал города. И уже в первый год, вот как сказала Ирина, мы сделали конкурс среди местных жителей и победила местная Выксунг, которую делала вместе с Олегом Шапиром и Леонидом Тишковым один из плотов, который вы тоже сегодня увидите. И мы как бы закрепили этот опыт в целую направление фестиваля «Параллельную программу», которую у нас курирует Владимир Селезнев, это куратор из Екатеринбурга. И в этом году это действительно уже большие результаты этого процесса, потому что 13 художников будут представлены на очень красивой выставке в местном музее, открытие завтра в 5 часов обязательно приходите. И для нас это на самом деле действительно очень отрадно, потому что социокультурное проектирование, которым является сейчас проект «Артовраг», это такое уравнение со многими неизвестными. И здесь ты очень ювелирно вышиваешь действительно этот контент, задействуя всех акторов города. И на самом деле действительно в этом процессе рождается магия проекта, когда все вовлечены и администрация, и местные жители, и кураги. Я вот без ложной скромности удалось сделать во многом зафиксировать проект «Артовраг» как законодатель неких больших трендов. И как пример соответственно вот такой институциональной единицы это наша арт-резиденция, которая вот уже второй год проводит открытый опен-колл куратор Алиса Богданайта, в которой есть несколько задач и вы это тоже увидите она открыта для визита в течение фестиваля как и глобальные задачи так и локальные то есть это абсолютно публичная институция городская мы в режиме открытого конкурса выбираем 10 художников которые приезжают к нам в резиденцию живут от двух недель до двух месяцев изучают местный контекст и делают проекты делают выставки у них есть задача сделать три публичных события мастер-класс лекция и непосредственно финальный проект ну и конечно резидент оставляет не менее одной работы которая формирует коллекцию современного искусства в городе то есть это такая прямая капитализация как и компания УМК так и городского музея то есть здесь действительно формируется некий такой фундамент и по версии стрелки мы в общем лучшая президент своей в России и нам это очень отрадно ну что и сегодня точнее завтра произойдет событие одно из главных событий фестиваля на территории Выксунского металлургического завода мы открываем первый в России индустриальный стрит-арт-парк это первый такой парк на действующем производстве это очень такая большая амбициозная программа и я хочу передать слово куратору парка Ольге Погасовой здравствуйте хочу сказать что это огромное удовольствие работать в Иксе и действительно очень бы хотелось чтобы больше и больше российских городов изучало пример ВИКСы и уделяло такое же большое внимание культурным инициативам потому что мы правда все верим что культура очень улучшает жизнь и правда жить с культурой легче веселее приятнее в этом году культура распространяется уже на территорию завода и как сказал Таня завтра мы открываем в ней первый индустриальный стрит-арт-парк этот проект инициирован заводом и он запланирован на ближайшие 10 лет логика парк и такая каждый год после внутреннего конкурса среди промышленных сооружений завода выбирается фасад здания дальше кураторская группа выбирает художника который будет этот фасад расписывать и таким образом в течение 10 лет мы собираем огромную такую серьезную коллекцию работ лучших российских стрит-арт художников собственно говоря когда мы замышляли этот проект нам нужно было придумать стратегию а что это за художники какие они по какому принципу художников которые занимаются стрит-артом сейчас очень много и в России и за рубежом но мы решили что в нашем стрит-арт-парке будут участвовать российские художники потому что сцена стрит-арта сейчас очень активно развивается и очень хочется иметь в России место где все направления все яркие художники будут представлены во-вторых все художники исследуют индустриальную тему и мы относимся с большим интересом и изучаем что же происходит внутри цеха который будем расписывать в этом году победителем стал цех ВМЗ Техно и на росписи которую готовит художник Алексей Лука вы сможете увидеть силуэты деталей на первый взгляд эта роспись кажется совершенно абстрактной но если присмотреться и изучить производственный процесс цеха то вы начнете среди этих абстрактных форм различать совсем не абстрактные формы деталей которые производятся там дальше в этой росписи мы используем преимущественно цвета которые преобладают внутри цеха надо сказать что вот эта вся промышленная эстетика как она вдохновляла художников еще с начала 20 века и мы эту традицию продолжаем и с большой нежностью обращаем внимание на быт на рабочее пространство сотрудников и их таким образом воспеваем на стене цеха от себя скажу что это дико интересный процесс и я давно не получала такого удовольствия от работы потому что в рамках всего этого процесса мы много ездили на завод и конечно человеку который не связан с промышленностью увидеть впервые этот промышленный процесс и мощь это поражает и это удивляет совершенно а вторых дико интересно общаться с людьми которые управляют этим производством процессом интересно делиться с ними тем чем ты занимаешься всю свою жизнь и прислушиваться к ним и слушать как они это воспринимают здесь главные люди для нас это в первую очередь сотрудники потому что они каждый день приходят к себе на завод и видят эту стену она находится со стороны третьей проходной и видна даже с улицы и мы очень старались услышать людей общались с ними проводили лекции обсуждения переговоры и сегодня даже провели коллективную покраску небольшого элемента стены чтобы вот это чувство сопричастности стало более ярким вот завтра приходите спасибо спасибо большое и традиционно уже традиционно у фестиваля сильная театральная программа в этом году театр живет где-то вместе с хип-хопом и я хочу передать слово куратору театральной программы режиссеру Юрию Коску добрый день Юля уже сказала что в том году удалось создать такой проект который стал лауреатом и номинантом видных заметных известных премий о чем это говорит что внутри фестиваля создаются проекты которые начинают что-то значить внутри театральной жизни перформативной жизни вообще нашей страны это конечно свидетельствует о том куда фестиваль развивается то есть есть две логики логика гастролей привозов можно привозить хедлайнеров можно привозить хедлайнеров международного масштаба и таким образом показывать местным жителям и гостям как оно вообще бывает что такое театр что такое уличный театр можно конечно и создавать что-то и вот учитывая что в том году удалось создать что-то действительно значимое то есть конечно мне как куратору было ну можно сказать завидно завидно что этот перформанс создавался вокруг события которое произошло непосредственно здесь закрытие последней мартенской печи то есть это грандиозное событие которое художники хореографы композиторы превратили в спектакль перформанс превратили в действие и этому стали свидетели вот именно свидетели люди которые это увидели их было немного этих людей они проникли на закрытые территории и вот может быть этим и будет отличаться программа сегодняшнего года тем что проникать никто в общем-то никуда не будет тем самым больше людей станут свидетелями программы театральной не только театральной но я в частности про театральную говорю свидетелями свидетелями этих проектов то есть логика такая мы конечно же что-то привезли мы конечно же что-то создали то есть в таком миксе попытались сочинить эту программу и еще следует духу интеграции попытались интегрировать одно направление фестиваля в другое так вот есть театральная программа но есть и музыкальная программа музыкальная программа в этом году она по сути дела занимается тоже новым новым звучанием в том числе слова слова как такового литературы поэзии и поэтому так много в программе людей художников артистов которые занимаются хип-хоп культурой собственно штука хип-хоп культуры это новая новая оболочка поэзии то есть это та сфера где можно сейчас встретить поэтов можно сейчас встретить людей которые занимаются литературой и это конечно вещи которые для театрального процесса интересны поэтому в программе есть кросс-культурные проекты где спектакль сочинен на основе каких-то рэп-композиций или вместе с рэп-исполнителями сегодня в 8 часов в 7 часов на площади состоится премьера такого спектакля называется «Битва поэтов» «Король поэтов» и это как раз спектакль который мы создавали вместе с кураторами музыкальной программы то есть она вот оказалась внутри фестиваля такая интеграционная а завтра во враге произойдет тоже премьера спектакль который специально создавался для фестиваля он по-настоящему кросс-культурный потому что там непонятно где собственно центральная центральная фигура этого спектакля потому что там есть хореографы там есть композитор который создал на основе классических произведений и партитуру сорокаминутную и он тоже конечно же центральным звеном является этого спектакля есть еще есть еще какая-то драматургическая составляющая и вот в такой какой-то в таком замесе мы создавали этот спектакль надо сказать что там будут участвовать солистки из большого театра и судя по тому как они с удовольствием участвовали в операционном процессе для них участвовать в таком экспериментальном проекте было действительно очень интересно и то что фестиваль арт-авраг им такую предоставил возможность это конечно много говорит хорошего про фестиваль что есть возможность экспериментировать и совершенно в разных направлениях развиваться и в воскресенье сюда еще приедут театр Ахе это очень известный театр очень много практикующий с открытым пространством делающий опен-эр спектакли вот у нас была попытка так немножко сбалансировать во-первых развернуть немного программу в сторону жителей то есть меньше может быть закрытых показов закрытых перформансов но при этом оставаться в рамках эксперимента и продумать программу так чтобы и хедлайнеры такие проверенные мастодонты тоже приняли участие да здравствует баланс ну что друзья ура сейчас есть время немножко задать вопросы если они есть то самое время я еще можно добавлю что мы в этом году вопрос я смотрю в зале выпустили совместно с городом и фондом карту под названием город в который можно влюбиться про выксу про все арт-объекты на территории города про все места где можно пожить поесть то есть все в одном и наконец-то у наших гостей будет комплексное понимание о том что такое этот город которому мы действительно считаем город будущего потому что здесь сошлись все звезды спасибо татьяна бачинская журнал бизнеса общества это журнала корпоративной социальной ответственности спасибо вам огромное за то что вы делаете это вообще потрясающе и слушать вас такими горящими глазами это просто здорово и здорово что вы рассказываете об этом мы пригласили журналистов мы готовы участвовать в пресс-турах до этого были социальными предпринимателями говорили очень хочется даже пресс-тур посмотреть как они что они делают как они развиваются это тоже здорово так что продолжайте вас приглашать с удовольствием будем участвовать у меня такой вопрос может быть он ну в общем я из небольшого города Феодосии да в Крым сейчас в очень тяжелой ситуации я вот посоветовалась со своими коллегами я думала вот потрясающий проект а можно ли его как-то тиражировать понятно что как и мы индивидуальные уникальные так и проект который вы создали он создан благодаря и УНК и Беру и вот всех лучших людей кого вы смогли привлечь в бизнесе вы можете выбрать лучших а можно ли каким-то образом вот может быть какие-то советы дать как если в каком-то регионе пусть не арт да но пусть какой-то вот как если какие-то ключевые не знаю секреты успеха чтобы возродить как-то не знаю социальную какую-то жилку чтобы возродить город который себя чувствует не очень хорошо мало денег люди уезжают вот что бы посоветовали бы людям или там организациями или может быть небольшого бизнеса который там знаете такой на самом деле очень непростой вопрос на самом деле любое мероприятие любого масштаба оно безусловно требует какой-то финансовой составляющей но в какой-то степени городу Викса наверное повезло потому что градообразующее предприятие в общем социально ответственное предприятие действительно готово вкладываться в город в людей и потому родился такой проект наверное безусловно мы можем делиться этим опытом и рассказывать об этом рассказывать много рассказывать подробно тем более что за эти 8 лет ну много чего накоплено не только впечатление но и конечно какой-то анализ каждый раз мы проводим да и мы понимаем что и как может быть надо сделать в следующем году но знаете это такая в общем ну очень непростая история потому что в каждом городе вы совершенно правы в каждом городе своя ситуация свои люди свои характеры и ну можно дать какие-то глобальные там советы вот но в первую очередь наверное очень надо любить очень город в котором ты работаешь надо очень любить людей с которыми ты работаешь и очень сильное желание действительно изменить и быть готовым и понимать и принимать что может быть тебя не сразу поймут тебя не сразу поддержат но вот настроение людей это очень важно знаете наверное вот могу сравнить что вот фестиваль это как ребенок которого ты растишь и на каждом этапе в любом возрасте да есть свои нюансы есть свои какие-то черты да которые ты характер он каждый год разный у него меняется характер он чего-то приобретает он чего-то теряет к чему-то от чего-то уходит к чему-то приходит посоветовать правда очень сложно что-то да потому что ну я говорю в каждом городе своя ситуация но мне кажется что когда люди любят действительно свой город полны энтузиазма желания и не пугаются сложностей каких-то в состоянии сделать это будет другой фестиваль это будет свой фестиваль да но они в состоянии придумать свой проект причем я абсолютно уверена в том что это должен быть проект именно в сфере культуры в сфере искусства потому что я очень верю именно в то что именно через это возможно любое возрождение спасибо фестиваль проект а как за эти 8 лет менялось отношение жителей к фестивалю ну было и стало спасибо ну я просто напомню что наш фестиваль начинался в общем-то как небольшой такой проект именно благотворительного фонда и поскольку мы работаем с детьми с подростками то это был проект нацелен на то чтобы отвлечь внимание молодежи от каких-то там дурных привычек и перенаправить их энергию в какое-то созидательное русло да это потом по ходу развития фестиваля в общем он приобрел совершенно другие в общем-то и масштабы и цели изменились хотя первая самая первая цель в общем-то она так и никуда не девалась она осталась потому что это на мой взгляд очень важно просто а то как он менялся понятно что первые фестивали там была достаточно сильная спортивная программа потому что наши кураторы на тот момент они приехали просто в город знакомиться с городом и безусловно наблюдали просто чем занимаются подростки здесь в Иксе очень сильны традиции вот такого паркура такого экстремального спорта и естественно мы пошли именно вот отталкивались именно от этого вот и естественно ребята занимающиеся этим они сразу стали нашими единомышленниками и участниками дальше мы развивали свою программу и так вот ну просто пошагово так скажем пробовали предлагали то или другое направление и смотрели как люди реагируют и как я уже говорила нам мы всегда стараемся проводить анкетирование после завершения фестиваля с тем чтобы понять что людям интересно что не интересно что они хотели бы увидеть ну и как я сказала вот вовлечением мы делаем через параллельную программу вот три года назад это были плоты и в Иксунг девчонка победила в конкурсе да вот 54 заявки тогда было в прошлом году параллельная программа сейчас уже не помню даже сколько заявок мы получили на ее участие да было отобрано 10 победителей из них 5 победителей этой программы участвуют только в Иксунг это как бы конкурс специально для местных жителей 5 проектов получили финансовую поддержку на реализацию своих проектов 5 проектов получили информационную поддержку со стороны фестиваля в этом году параллельная программа я сейчас тоже боюсь уже по-моему 30 чем-то заявок было по-моему от местных жителей да и вот куратор Владимир Селезнев который проект программу как раз курирует очень долго и эксперт и Владимир значит все проекты прочитывали слева направо сверху вниз с тем чтобы все-таки выбрать самое 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 то есть я хочу сказать что это было непросто то есть люди профессиональные в искусстве уже ну скажем так отмечают тот высокий уровень именно творческий уровень подаваемых заявок и отобрать было достаточно сложно в конечном итоге вместо запланированных 10 отобрали 13 проектов потому что действительно невозможно было просто от них отказаться и вот для нас это действительно свидетельство того насколько люди вовлекаются в этот процесс я понимаю что за эти годы нам наверное удалось создать некое доверие к фестивалю потому что в первые там годы мы смотрели как люди реагируют на какие-то мероприятия в рамках фестиваля ну это как в стороночке так руки сложили мы со стороны посмотрим ну что они там покрутятся повертятся что они там нам предложат ну пусть нас повеселят вот сейчас уже создано определенное все-таки доверие особенно среди молодежи и в общем-то за эти 8 лет вы понимаете что там те 5-6 лет которые тогда приходили на наши детские мастер-классы теперь это уже подростки с совсем другим взглядом более осознанным они уже поднимают они к этому уже привыкли и они уже готовы активно да в этом участвовать мне кажется что ну это такое большое на самом деле достижение вот потому что все эти процессы они действительно требуют большое время ну как воспитание ребенка да ты много в него вкладываешься но ты все равно еще по ходу не знаешь что в конечном итоге вырастет вот поэтому это такой действительно с этой точки зрения очень непростой проект требующий от всей команды нашей достаточно много усилий вот но мы действительно очень надеемся на то что вот то поколение детей и подростков которые приходят на наш фестиваль они будут вырастать уже совсем другим отношением к городу в котором они живут и с более активной такой гражданской позиции и вот как бы пафосно может быть это не звучало но я всегда считаю что там счастливая страна когда в них счастливые люди именно они ее формируют вот нельзя это счастье взять извне преднести но это ощущение счастья внутри людей и понимание того что они сами смогут это счастье создавать оно оно воспитываемое и вот наш фестиваль как мне кажется может способствовать этому спасибо спасибо друзья у нас есть время максимум на один маленький последний вопрос выбор Екатерина Тасс вопрос к Ольге уже известен кто-то в этом году будет расписывать Алексею Лука приветствуем ли в следующем году автор или может направление какая стена может цех информации ну собственно как я говорила цех это внутренний внутренний конкурс на территории завода и он в какой-то момент будет запущен и цех будет выбран художников мы выбираем по принципу их стилистического разнообразия когда мы этот проект придумывали мы провели такой внутренний анализ современной стрит-арт-сцены и поняли что в принципе все современные художники они так или иначе корнями уходят в направление искусства 20 века и роспись которая у нас в этом году Алексея Луки она нас обращает к кубизму к авангарду там можно эти мотивы увидеть соответственно в следующем году это будет какое-то другое направление скорее всего художник пока еще не выбран но мы скоро этим займемся 40 минут пожалуйста такой тайминг через 40 минут мы ждем вас здесь обратно на открытии фестиваля спасибо большое и до встречи спасибо 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 спасибо